Пошла запись. Всем привет, дорогие друзья, с вами Грув. Решил сделать такую серию видео. Это будут подкасты, разговорный стиль видео, где я буду вам рассказывать про какие угодно темы. Темы можете, конечно же, писать в комментариях. Если вам такой формат зайдет, обязательно ставьте лайки. Буду ждать от вас какого-то фидбэка. В сегодняшнем видео я поговорю про две темы. Первая тема — это наушники, все, которые у меня есть. А также я сделаю анбоксинг вот этих моих новых, замечательных наушников от Plantronics RIG 600. Также я расскажу про свои наушники, которые у меня были до этого, и какие вообще, в принципе, у меня здесь есть уши. Также вторая тема для разговора сегодня будет, ну, точнее, это будет как гайд, наверное. Я покажу вам, как я ищу новые интересные колоды, какими фильтрами пользуюсь, чтобы их находить, ну, и какими ресурсами, в принципе, пользуюсь. Я думаю, информация может быть для вас полезная. А если это так, то прошу в наше сегодняшнее видео. Итак, прежде чем распаковывать мои новые наушники, которыми я теперь буду пользоваться, это будут мои персональные уши, можете на стриме их увидеть. Хотелось бы поговорить про те уши, которые у меня были. Первые наушники, которые я стримлю последние, наверное, года полтора-два, это Razer Manovar. Вы можете видеть, в каком они состоянии. Здесь уже изоленты замотано. Смотрите, что произошло за полтора года с амбишурами. Но звук при этом, как ни странно, все еще хороший. Он мне сразу понравился. Микрофон здесь ужасный. Еще из хороших плюсов это их беспроводность. Но при этом же появляется и огромнейший минус. Это, ну, собственно, сами большие наушники, которые смотрятся на тебе, как, собственно, превращают тебя в чебураху. Ну, собственно, если вы себя не показываете дома, в принципе, в труселях по квартире ходить, я думаю, этого будет достаточно. Только самый главный их минус это вот этот плохой крепеж на голове. Он ломается буквально через полгода. Я уже год, наверное, с этой обмотанной фигней живу. Ну и, в принципе, мне кажется, такое не должно происходить с наушниками за 12 тысяч. По-моему, я покупал их. Но если у вас есть в городе офис Razer, то вы всегда можете спокойно их поменять. Второй наушник, который у меня есть, это Monoprice. Вот такие наушники. Их мне прислал мой подписчик. Я ими иногда пользуюсь, но они больше подходят для музыки. То есть, если вы любите слушать музыку, я думаю, это вполне себе неплохо. Также приятная эргономичность и неплохо их подключать именно к телефону, к смартфону и слушать с телефона музыку, это вполне себе неплохо. Может быть, кто-то пользуется iPod. Я думаю, тоже может попользоваться. Я, например, делаю так. Ну и приступим к моим новым наушничкам. Это RIG 600. Посмотрим, что здесь внутри. Давайте сразу скажу, что здесь есть. Значит, они кроссплатформенные. Здесь все вот написано. Они кроссплатформенные. Соответственно, вы можете их подключать к приставкам, к компьютеру, к смартфону и пользоваться на здоровье. Да, я до этого не знал. К сожалению, у меня приставки не было. Я не могу сказать, кого это. Можно ли любые наушники подключать, либо нужны какие-то специальные штекеры. Этого я, к сожалению, не знаю. Значит, гарантия на него. Гарантия где-то я видел тут. Значит, для стран России один год, для стран Европы и Африки два год. Не знаю, почему так обделили Россию. Видимо, как его... Беречь вещи мы не умеем. Поэтому гарантия снижена. Ну и здесь замечательный такой язычок. Я знаю, обычно проблемы с распаковкой. Там что-то разрезать надо. Блин, ножницы куда-то тащить. Здесь вот, смотрите, сразу язычок. Первый раз открываю. Я, ребят, не смотрел, что здесь. Хотел именно с вами это сделать. И сразу же можно погрузиться в нашу замечательную коробочку. Ух, что тут есть. А, собственно, ничего я не вижу. За язычок дергаете, и появляются наши замечательные ушки. Выглядят они примерно так. Да не примерно, а точно. И достанем наушники. Вот так они выглядят. Без коробки. Ну, достаточно компактные. Так, давайте примерим. А, вон, внутри. Внутри здесь написано right. И, видимо, тот, что не right, это left. Да, соответственно, это правый, это левый. Так, увеличиваются просто прекрасно. Мягкое оголовье. Мягкие амбишуры. Не знаю, дополнительных, наверное, здесь нету. И, в принципе, в принципе, да. На звук, конечно, еще не пробовал, но обязательно попробую. Давайте посмотрим, что здесь еще есть у нас в комплекте. Ну, какой-то буклетик, видимо, гарантия, инструкции. Ну, и что обычно там кладут в бумажном варианте, это нас не интересует. Меня больше интересуют провода. Соответственно, в комплекте есть... Что-то упало. Крепеж упал. В комплекте есть микрофон, который подключается. Давайте его сразу подключим. Включается он здесь вот в такое гнездо. Вот здесь вот. Гнездо такое подключается. И все, у нас полноценная гарнитура. Можно с этим всем делом стримить. Не знаю, как, конечно, по звуку. Но здесь, значит, здесь у нас есть регулятор громкости. И, видимо, блокировка либо микрофона, либо чего-то наушника. Здесь два микрофона, короче, в ушах. Первый это вот такие. Его можно, кстати, гнуть. Нормально все гнется. Второй вариант подключения это через... Вот такие наушники. Видимо, это просто к телефону. Чтобы у вас не болталось, у вас просто будет гарнитурка вот здесь. Как обычные наушнички. Здесь даже есть кнопка вызова. Можно будет ответить. Соответственно, этот провод для подключения к телефону. В общем, такие наушнички. Теперь у меня и такие есть. Буду всеми пользоваться обязательно. Правый это левый. Смотрится, но, во всяком случае, не так, как эти чебураторы. Внешне вроде неплохо выглядят. Так, ну и вторая тема моего сегодняшнего видео. Я обещал рассказать вам, показать, как я ищу колодость. На каких ресурсах, как смотрю, какие фильтры выставляю. Значит, я пользуюсь двумя ресурсами на данный момент. Первый ресурс, это называется Харспавн. Ссылочка на него кинул в описании обязательно. Второй ресурс, которым я пользуюсь, это Темпошторм. Тоже можете ссылку найти. Здесь не только Харстоун есть, но мета здесь присутствует. Так, давайте начнем, наверное, с Харспавна. Потому что этим ресурсом я пользуюсь гораздо больше. Расскажу об основных моментах. Ну, самые топовые колоды, самые свежие колоды вы можете найти на главном экране. Кстати, вот так выглядит ссылочка. Ссылку, опять же, запилив комменты. Значит, здесь можно вон Яйца Ханта найти, какой-то Линеса, Контроль Паладин, Контроль Воин, что-то там еще. В общем, есть какие-то колоды на главных. Можно здесь, в принципе, фильтровать по классам. Значит, как я пользуюсь поиском? Значит, я захожу, навожу на DEX. Здесь есть вкладка «Ход стандарт DEX». Через колесико я открыл новые вкладочки. И здесь можно смотреть уже такие, ну, типа, топовые колоды, которые больше всего смотрят, больше всего комментят и так далее. Здесь можно один раз нажать на апдейт, и мы уже видим самые свежие колоды. Вот как, например, Яйца Хан был 5 минут назад, какой-то Друид с FFFF и так далее. Здесь куча, на самом деле, шлака, но достаточно популярного шлака, не знаю почему. Значит, в первую очередь, на что обращать внимание, это на тексте все здесь написано, потому что не всему стоит верить. Здесь очень много мусора, да, Контроль Прист какой-то, что, почему я должен туда заходить? Значит, как я пользуюсь поиском? Первый, самый главный критерий – это легенда. Значит, пишем «Legend». Ну, можно здесь стандарт выставить. В принципе, я нажал типа, что колода взяла ранг легенда, и это был стандарт. И, соответственно, опять же упорядочим и смотрим, да, 3 часа назад был Биг Друид. Легенд ранг со второго по легенду человек смог взять Биг Друидом, да, здесь что-то написано. Есть даже, наверное, какие-то пруфы. Какая-то ссылка непонятная. Можно ее попробовать, да, если хотите. Дальше, Таун Друид 3 часа назад, Комбо Прист. Значит, второй классификатор, который я использую в поисках колод, это WR, что означает винрейт. Обычно люди выставляют еще и под заголовок винрейт колоды. И можно вот здесь увидеть, что вот здесь вот Мурлок Шаман появился 5 часов назад, 61% винрейт. Можете ее посмотреть. А Катрена Хантер, 67% винрейт, 74% винрейт, контроль воин, ну и так далее. Здесь тоже самые свежие колоды. Я не знаю, стоит ли смотреть больше 4 дней. Я обычно в 3 дня укладываюсь, да, собственно, вот колоды, которые я бы смотрел на текущий момент и делал на них обзор. На Темпа Шторме здесь все проще. Здесь выбираете Games Meta Snuffshot в Hearthstone выбираете. И последнюю неделю, которая доступна в Meta Snuffshot. Она выводится автоматически, 55-й, можете посмотреть дату, наверное. А, вон, 8 июля, да, стандартные колоды. И здесь уже смотрите именно по тирам. Первый тир, там, Токен Друид, Малегис Друид, Иван Варлок, Таун Друид и так далее. Тир 2, тир 3, тир 4. Если понравилась какая-то колода, нажимаете, например, на ОДД Рогу. Здесь показаны их матчапы против определенного, например, Плохочи против ОДД Паладина. Против Дрежеглот Шамана тоже такой себе. Вот, против Мага, там, против Контроль Мага не очень. Понравилась колода, нажимаете View Decks. И здесь уже можете ее скопировать. Вот здесь есть кнопочка Copy Deck. Также, опять же, здесь можете ознакомиться с какой-то информацией, архетипом, посмотреть, как стоит колода по пыли. Ну, и взглянуть на ее состав. Нажимаете Copy Deck. Здесь вам предлагают выделить все. Можете нажать правой кнопкой и копировать, либо Ctrl-C. Но я обычно все не копирую. Я копирую именно вот этот кусок. Тогда он не называется, как там, по-английски. Вот, да равно все выделяете. И у вас просто свеженькая колода будет, где написано новая колода. Вы сами ее назовете, как хотите. И это будет проще, если вы как-то сами называете колоды, чтобы потом не править. Вот такие два способа, которые я часто использую. Надеюсь, эта информация была полезной для вас. Вы станете лучше искать колоды. Приходите на мои обязательно трансляции на второй канал. Если видео было для вас полезное и интересное, то ставьте большие пальцы вверх. Пишите в комментариях, какие темы для подкастов еще вам раскрыть. Были бы интересны для вас. Я обязательно почитаю и, может быть, сделаю. Ну, и жду вас, конечно, в новых видео и стримах. На сегодня все, ребят. С вами был Грув. Увидимся. До новых встреч. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok